всем доброго дня так как прошлый ролик я делал про генератор на трех деталях для самых начинающих то учитывая что у некоторых возникают трудности даже с прочтением схемы придется показать саму сборку этого минимального генератора тех кто не смотрел прошлый выпуск обязательно посмотрите а то возможно не поймете о чем речь еще напомню что ничего не произвожу ничего не продаю ничего не рекламирую и ничего никому не должен и вообще не заинтересован никак продвижение своего канала в ю тубе любой момент могу раствориться в бесконечном виртуальном просторе так вот я вам говорил прошлый раз что представленный генератор может поместиться спичь на коробок вместе с аккумуляторами или что-то вроде того конечно разместить в один коробок вот такие два аккумулятора еще и генератор это было совсем уж интересно по крайней мере без аккумуляторов он вполне влазит или два аккумулятора влазит так вот нашел я подходящую коробочку это переходник на 45 разъем для локальных сетей вот можно сказать лишнее оттуда вытащил осталось коробочкой вот здесь все вмонтировано вот я выключил вот я включил сейчас здесь два аккумулятора от 6 до 8 вольт в зависимости от заряда самого аккумулятора как он разряжен сейчас он свежезаряженный поэтому около 8 вольт вот такая конструкция получилось если смотреть коробками то вот так туда же вот лишнее получается в общем то получилось что где-то полторы коробки а в остальном все вот как и обещалось значит я вам объясню конструкцию сделала я буквально это все за пару часов если буду повторять то еще быстрее вот аккумуляторы 2 кнопка выключателя и сам генератор значит вот что у нас получается это понятно разъем микросхема первая ножка пустая и можно сразу обрезать вторая ножка это питание здесь я как обычно ставлю конденциатор фильтрующий по питанию вторая четвертую ножку на третью ножку приходит обратно через конденциатор здесь я поставил 3 300 четвертая ножка земля вот перемычка на седьмую земля 5 свободная вот тут вот резистор идет на общий то есть на землю 1 он и на разъем 6 прямо на разъем здесь пришлось поставить небольшой радиатор сами видите какой малюсенький чисто символически потому что здесь уже питание от 6 до 8 вольт а 78 вольт уже он в общем-то довольно греется уже больше 50 градусов в таком виде вот с таким радиатором меньше 45 вот когда он закрыт и долго поработал вот вся конструкция более детально я на это сниму фото и закину на ссылку можно его и так собрать фото и закину на ссылку можно его и так собрать и закину на ссылку можно его и так собрать и закину на ссылку вот все включаем работает теперь я еще что покажу вот это старый дэновский генератор его еще собирал года три назад все валялся у меня вот наконец понадобился вот это если кто помнит здесь у меня встроен резистор 1 он чисто переходник вот с контактами для того чтобы можно было оперативно осциллографом мерить и чисто как переходник использую поэтому мы сейчас посмотрим что делается на дэновском старым для чего я вообще-то хочу показать я думал в этот выпуск сделаю нет ну сделаю наверно следующий выпуск я все-таки постараюсь объяснить вот особенно вот этим вот инженерам так называемым которые высшие заведения закончили конструктора всякие там инженеры ученые которые никак понять не могут как же все-таки это работает и все считает это на уровне радиотехники вот я в следующий раз постараюсь показать как на самом деле все таки это действует как по какому принципу и поэтому я сегодня вам некоторые замеры сделаю а вы подумайте по какой причине именно это так вот включаю генератор 6 вольт на генератор идет и почти пол ампера в общем получается где-то 3 ватта приходит на генератор и смотрим по осциллографу что у нас сейчас это то что падение на резисторе идет последовательно соединенным с нагрузкой у нас где-то 0,7 вольт а вот делитель один к одному то есть у нас 0,7 вольта примерно идет нагрузку через резистор и что у нас выходит генератор потребляет около 3 ватт так как кпд у него меньше 50 процентов где-то полтора ватта должно пойти на нагрузку но что у нас выходит вот здесь резистор 1 ом и на нем падение 0,7 вольт а эффективного значения это амплитудного эффективного значения где-то 0,5 0,45 вольт а ну будем считать 0,5 это значит что где-то 0,5 ватта рассеивается на одном оме соответственно какое напряжение здесь дальше идет если смотреть выход генератора значит это все можем правильно перемножить вот сейчас я ставлю на 1,10 переключаю на выход генератора здесь у нас уже завышенные и вот 1,9 то есть на 10 19 вольт вот на выходе генератора то есть сюда приходит 19 вольт а теперь считаем ну 19 амплитудного хоть сигнал искаженный эффективного где-то 14-15 вольт грубо выходит что у нас около 14 вольт на выходе а здесь у нас на одном оме было 0,45 0,5 активного то есть получается что у нас якобы сюда приходит 6-7 ватт с выхода ну если все это пересчитывать правильно хотя на самом деле генератор в лучшем случае выдает полтора ватта ну судя по входным характеристикам да но вот в чем проблема этот дэновский генератор собран по старой схеме там еще вот реактивные элементы стоят дроссели переходные трансформаторы с одним витком старая схема поэтому здесь прет реактивка почему мне не нравится этот генератор я их не делаю теперь смотрим дальше отключаем этот генератор отключаем этот здесь 8 вольт будем считать и 0,1 ампер это меньше ватта только потребление при КПД опять же менее 50 это где-то 0,4 ватта на выходе включаем и смотрим что у нас на выходе у нас на выходе 6 вольт сюда приходит 6 вольт опять же амплитудного активного активного где-то около 4 вольт здесь смотрим переключаем на единичку переключили на единицу и смотрим что у нас сейчас чейз резистор идет 0,5 вольта 1 ом 0,5 вольта где-то где-то 0,4 0,35 активного если это все пересчитываем получается что на выходе у нас сколько 2-3 ватта но у нас всего меньше ватта только потребление а в лучшем случае 0,4 ватта выход вот такой анекдот так что на будущее на следующий раз я вам буду объяснять почему и как так выходит хотя по идее здесь все должно быть гораздо меньше и еще я забыл вам показать кое-что на посохе по индикаторам вот когда показывал позапрошлый выпуск по индикаторам я кое-что забыл вам показать ну и покажу как это работает на посохе а здесь конструктив такой что можно просто взять этот генератор встроить его где-то тогда и разъем не нужен здесь же получается так что цена этого разъема и этого кабеля значительно дороже чем сама микросхема этих две детальки это можно строить прямо или в ручку или в конструкцию и уже просто стыковать аккумулятор или блок питания внешний вот такая система получается что экономически выгодится встраивать вот такие вот вещи просто генераторы и к ним стыковать просто питание а еще и даже аккумулятор что еще проще теперь покажу вам еще один вид индикации и заодно вот как можно подключить генератор абсолютно автономная система получается вот я его включаю это те индикаторы которые я уже показывал то есть мощность не большая и вот индикатор реагирует где-то вот на сантиметров 10 а теперь показываю еще один индикатор ну вы увидели у меня этот прибор он пока меряет частоту и вот вам пожалуйста сейчас до камеры полтора метра то есть где-то вот на расстоянии метр тридцать он уже начинает сыпаться вот я вытаскиваю щуп ничего нет подключаем и появляется 284 килогерца это вот я его вот так сделал если его еще сделать вот так то уже не хватит и камеру я сейчас завожу за камеру вот где-то получается полтора метра а в таком виде где-то метр тридцать для убедительности вот до самого самого полтора метра метр сорок метр тридцать ну и сами видите что все очень просто то есть вот такую систему можно или просто генератор сюда встраивать где-то рядом совсем близко и как только аккумуляторы или внешнее питание давать или прямо вот такая вот системка да кстати этот посох у меня против часовой стрелки просто некоторые говорят что я делаю только по часовой нет иногда делаю и против еще немного в заключении вот по этому прибору вы у меня его видели много раз кто следит за мной особенность его что он может мерить частоту емкости ну и автомат но главная его особенность что у него входное вот на когда он меряет напряжение более десяти мигом в отличие от других обычных которые один мигом но это более высокого класса и когда он меряет частоту там вообще я пытался замерить более 50-60 мигом и фактически там входная емкость там 80-100 пик и все то есть именно поэтому он так хорошо это все вылавливает другие тестеры и мультиметры они не особо так хотят что-то ловить поэтому особенность именно вот этого прибора на другие не ловится так да и частоту далеко не все меряют немножко еще опять про генератор очень понравился мне такой формат но правда конечно для полного счастья здесь все равно надо какой-то индикатор по питанию потому что включена выключена обычно все забывают рано или поздно аккумуляторы сядут и выкидывай ставь новые поэтому за этим надо следить опять же зарядку какую-то сюда надо то есть разъемчик опять же или что-то такое или например этот использует разъем но переключатель поставить на заряд или на выход но тут можно поошибаться нечаянно не то включить в общем здесь пару доработок еще надо было бы сделать но опять же вот самый минимум который все равно работает ну и мне понравилось даже на грудный карман можно кинуть излучатель куда-нибудь на тело воткнул и бегай хоть бегай вот еще раз показываю без радиатора подробно со всех сторон чтобы ну уже могли сделать даже ну самые-самые для которых даже резистор и конденсатор на схеме это что-то страшное коробка вот отсюда была взята как я вам уже говорил тут лишнее обрезается вот тут тоже лишнее обрезается все эти выступы аккумуляторы вот вот есть и 800 вот такого же формата и на 1 ампер есть конечно и помощнее полтора 2 и 6 это вообще было бы бомба тут на сутками сутками можно не выключать его по крайней мере вот если этого хватит на 8-10 часов то уже этого естественно на часа 2-3 больше единственное что они чуть-чуть толще опять же это вот все у меня разбраковки мне поставляют который занимается ремонтами мобильников вот это все брак а я из этого брака вытаскиваю нормальные аккумуляторы часто очень вылетает просто контроллеры убираешь контроллер вот и все нормальный аккумулятор так что играйте сделайте на это уходит ну абсолютно минимальное и время и деньги и все остальное а польза несравненная все оздоравливайтесь не хворайте будьте здоровы всем пока